Приветствую мои друзья, сегодня снова с вами я, Валентин Туровский. Сегодня необычный совсем тренинг у нас будет. Ну, во-первых, напишите, как меня видно, слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, а почему слайдов нет? Так, ребята, как меня Лиль? У тебя что? Напиши, пожалуйста, что у тебя? Почему нет слайдов, песня? Сейчас я лесну слайд, ага. Ага, все, появилось? Все, отлично. Итак, ребята, сегодня необычный тренинг. Дело в том, что мы со Светой Лукьяновой достаточно часто общаемся по поводу ее работы в интернете, как просветителя, будем говорить, да? Она отвечает, заходит на многие сайты, общается со многими людьми и задает мне кучу главных, важных, интересных вопросов, на которые я отвечаю ей в одном экземпляре, ей лично. Я понимаю, что эти все вопросы ей важны, но мне бы очень интересно было бы, если бы все это услышали. И наверняка у каждого из вас есть какие-то вопросы по возражениям, которые вам задавали люди, которые вам отвечали люди при работе в интернете. Возражения могут касаться как продукции, возражения могут касаться как методов бизнеса, возражения могут касаться как роста благосостояния, то есть различные виды возражений. Чаще всего возражения касаются каких-то продукций. Ну, я думаю, что на тренингах о продукции вам рассказывают о том, что можно ответить на такой-то вопрос, что можно ответить по поводу крема, почему вот это можно, почему это нельзя. Сегодня я в том числе немножечко расскажу вам о возражениях, на которые стоит обращать внимание, а возражениях, на которые не стоит обращать внимание. о возражениях, на которые нужно, как на них нужно ответить, работая в интернете. Ну, например, сегодня мы разберем это, но я просто хочу зайти немножко вперед и сказать. Света Лукьянова прислала мне одну ссылку, где идут возражения по поводу крема Новэйдж. Кто-то его использовал, ну, где-то она скачала кого-то ссылку. Я понимаю, все правильно. Она хочет ответить на эти вопросы, она хочет знать, как на них отвечать, поэтому сегодня мы с вами будем разбирать, как отвечать на различные вопросы вообще в сетях. Вопросов у вас будет миллион, начиная от того, что ты дурак, и докажешь, что ты нет, и кончая от того, что ты гений, докажешь, что это противоположное. Вас могут какие угодно вопросы задать, поэтому было бы здорово, если бы каждый эти вопросы сейчас в чатике написал. Я смог бы их немножечко на них ответить тоже. Итак, как работать с возражениями, что мы можем с ними делать, как мы должны скулифицировать, классифицировать. Итак, смотрите, ребята, вот, например, по сегодняшней ссылке, которую мне прислала Света Лукьянова, человек пишет о том, что, ну, как пример приведем, о том, что она воспользовалась одним разом кремом New Age, а раньше она до этого годами пользовалась детским кремом, намазывала это несчастным детским кремом лицо. И сейчас она нашим New Age попробовала, и так, ага, отлично, да, она попробовала, и у нее что-то произошло такое, у нее он не впитался, он воздействовал совершенно непонятно, что мазал, что не мазал. Итак, давайте мы будем честны сами с собой. В интернете 50% людей существует для того, чтобы, извиняюсь за выражение, все меня поймите правильно, адекватно, обосрать тех, кто другие есть в интернете. Ровно 50% людей ради этого заходят в интернет. Остальные 50% делают там свои вещи. Кто-то занимается бизнесом, кто-то ищет работу, кто-то дает работу, кто-то ищет возможность общения, кто-то ищет возможность найти родственные души. Кто-то смотрит картинки, кто-то играет в игры. Да, а 50% заходят туда для того, чтобы найти, кого можно обосрать. Они, извиняюсь за выражение, конечно, обгазить, опустить, уничтожить. Разные бывают люди, конечно, да, но 50% именно этим и занимаются в интернете. Они так живут. Это люди, которые сами на самом деле ничего в своей жизни не достигли, ничего у них не получилось, они не умеют ничего делать и самая цель их жизни превращается в то, чтобы не дать другим людям показать то, что они могут что-то достигнуть. Итак, ребята, да, вот смотрите, вот возражения, какие мне сейчас прислали, да, мы все их разберем. Такие возражения. Я уже там была, там не понравилось, только не Арифлеем, ну, и так далее. Как можно классифицировать возражения клиента? Вот мы получили какое-то возражение в интернете, но давайте, да, детский крем, ну да. Давайте возьмем вот такое возражение, вот сейчас мне еще раз прислали. Если Арифлеем, то нет. Смотрите, ребята, что происходит. Как мы должны склассифицировать возражения клиента? Первое, возражение по сути, по существу, и второе, возражение, потому что он хочет возражать. Надо обязательно отделить мух от котлет. Если человек пишет для того, чтобы он просто, ему все не нравится, ему жизнь не нравится, как я как-то зашел к знакомым своим, да, и вы знаете, классный вопрос сейчас Наталья прислала в Аргене, раньше была качественная косметика, сейчас нет, аромата не стойки. Вы знаете, самое классное спросить у своей бабушки, бабушка, скажи мне, пожалуйста, а раньше лучше было жить или нет? Бабушка, что на это ответит вашим, или дедушка, или мама? Да, раньше было лучше, раньше было проще, вода была вкуснее, воздух был свежее, и все остальное. Раньше было лучше. То же самое сейчас. Раньше было лучше в Арифлейм. Раньше это было 20 лет назад, она 20 лет назад была моложе, у нее было настроение хорошее, у нее был любимый человек, любимый муж, и дети ее любили, потому что они были маленькие. А сейчас они дети сволочи, потому что они ушли от нее, стали жить с другими людьми, муж ее бросил, она сама постарела, еле ходит, поэтому сейчас хуже. То же самое с Арифлеймом происходит, все то же самое. Что мы, как мы должны склассифицировать? Мы разговариваем с человеком, мы задаем ему несколько вопросов наводящих. Как ты думаешь? Как вы думаете? Вот на вопрос, если Арифлейм, то нет. Как вы думаете, если в Арифлейме сейчас, в данный момент, пользуется порядка 10 миллионов людей только в России? Скажите, пожалуйста, вот эти 10 миллионов людей, они дураки? Ну, вот спросите, задайте этот вопрос. 10 миллионов людей, пользующих Арифлейм и косметикой, в том числе и я. Неужели вы действительно считаете, что мы идиоты? Или что мы не понимаем ничего в этой жизни? Задайте им этот вопрос, пусть человеку будет стыдно. Мне очень понравилось, как Аграс Волкова, сказала Ирина. А почему вы так оскорбляете меня? Я пользуюсь этой продукцией, получаю удовольствие, она действительно для меня очень высококачественная. Назав Арифлейм говном, вы таким образом оскорбили меня, как человека. Но я никакого повода для оскорбления себя не давал. Я не ниже вас, вас в уровне развития. Я не хуже одета. Я что, пришла в какой-то кофточке, которая 50 лет назад одела застиранной? Или у меня туфли разваливаются? Или у меня кольцо на руке не золотое, а бронзовое? Или я, может быть, неправильно накрашена каким-то образом? Почему вы меня оскорбляете? Я пользуюсь вот этим на мне, что сейчас есть. Я получаю от этого удовольствия. Большинство моих знакомых этим пользуются. А вы сейчас подвергли сомнению очень большое количество людей. Не просто подвергли сомнению, а сказали, что мы дураки. Вам, как вы вообще вот к этому отнеситесь? Вот задайте этот вопрос. Просто если человек вам знаком, и вы знаете его много лет, не побойтесь сказать этого. Многие говорят, да, ароматы нестойкие, говорят. Ну, скажите, пожалуйста, понюхайте, вот сейчас от меня пахнет чем-нибудь. Если человек настроен нормальный, если он просто хочет разобраться, и от вас действительно пахнет Арифлэм туалетной водой, он понюхает, он ее почувствует, потому что они стойкие, достаточно стойкие. Если он ее не учуял, значит, либо у него с носом проблема, тогда у него все запахи будут нестойкие, тогда и либо он человек специально говорящий о том, что нет никакого от вас запаха, противный запах Арифлэм. То есть он не хочет вас слышать. Итак, возражение клиентов. Первое возражение по существу. Это когда вы можете достучаться человека, да, когда вы можете достучаться человека, который вас слышит. Он просто хочет разобраться, а действительно ли он нестойкий, может, ему попался нестойкий. И те люди, которые просто хотят вас унизить, оскорбить и выразить свое негативное отношение к жизни через вас. Итак, как мы поступаем в этой ситуации? Первое, мы разобрались с классификацией. Если это люди, которые хотят вас унизить, то не стоит даже пытаться этим людям что-то говорить. Мое личное мнение, не опускайтесь на их уровень. Лучше поднимитесь, лучше пусть они поднимутся на вас. Не надо их переубеждать. Человек готов на все ответить. Да, которые просто хотят вот так витать. Не надо отвечать на их вопросы. Надо сказать следующую фразу, просто нормальную фразу. Слушайте, может быть, вы, конечно, и правы с вашей стороны, но миллион людей, пользуясь Арифлейм, в том числе все мои родственники, все мои знакомые, думают по-другому. Это, конечно, ваше право так думать, но вы меня не переубедите никогда. Дело в том, что я уже 13 лет сотрудничаю с этой компанией, я 13 лет зарабатываю здесь деньги, я 13 лет живу, как нормальный человек, пользуюсь 13 лет этой продукцией, и ни разу не было такого, чтобы я бы засунил. А так больше ничего говорить не нужно этим людям. Не нужны они вам. У вас есть куча других людей, которые хотят услышать от вас какие-то правильные вещи, которые просто хотят услышать что-то. Итак, сосредотачиваемся на той половине людей, которые готовы вас услышать. Первое. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы с этими людьми для чего общаемся? Мы общаемся для того, чтобы... Первое. Если мы работаем в интернете, я подчеркиваю слово, работаем, то есть мы продвигаем бизнес, то мы продвигаем продажи. Продажи – это совсем не означает продажи продукции. Продажи – это в полном смысле слова продать вообще все. Мы продаем в интернете, не продукцию, мы продаем в интернете идею стать независимым человеком, получать доход. Независимый, остаточный, пассивный доход. Вот мы эту идею продаем в интернете. Итак, мы можем в интернете сразу продавать эту идею, если люди готовы нас сразу услышать. Мы когда сделали классификацию, посмотрели людей, оказалось, что некоторые люди готовы нас услышать сейчас, а некоторым людям нужно время, чтобы дойти до этого. Вы всегда остаетесь на связи, всегда эти люди готовы вас увидеть и услышать. Итак, начнем с продаж. Мы готовы, человек готов вас услышать и готов купить у вас бизнес-идею. Поэтому, что мы можем сделать? На них отдельные будут возражения и отдельные ответы на эти возражения. Но, эти люди будут готовы вас слышать. Ваши ответы на свои возражения, они будут готовы слышать. И есть второй вариант работы в интернете, когда вы не продаете идею бизнеса, а подготавливаете свою целевую аудиторию к тому, чтобы они этот бизнес восприняли. Либо бизнес, либо продукция, неважно, что вы ведете. Вот сейчас мы близко подошли к той теме, про которую я сегодня с Светой Лукьяной разговаривал, по поводу подготовки. Вот она ведет очень, я считаю, миссионерскую работу, очень большую работу в интернете. Она ведет подготовку людей к будущим пользованиям, в Арифлэминг, к будущим бизнесам, к будущему вообще контакту с нами. Это называется подготовка восприятия. Итак, давайте я вот расскажу про эту историю, про которую я сегодня хотел рассказать, на чем, в общем-то, как мы от холодильника строим кухню, у нас на этом строится сейчас бизнес, это в тренингах. Итак, все это пришло о том, что человек пользуется детским кремом, а попользовался нью-вейджем, где-то в интернете она это скачала, я это прочитал, все в ВКонтакте, я не помню, по-моему, это было. И вот ей это не подошло. Ребята, на самом деле, есть две причины, когда это может не подойти. Первая причина, это причина того, что человек не готов заплатить эти деньги. И вторая причина, что человек, прежде чем пришел попользоваться этой продукцией, испортил напрочь свое лицо, пользуясь годами детским кремом, который не предназначен для нанесения его на лицо. На то он и называется детский крем. Это детский крем. У ребенка тонкая кожа. Я хочу теперь вдаться немножко в подробности, почему детский крем нельзя наносить на лицо. У ребенка тонкая кожа. Практически отсутствует коллаген в коже. Практически отсутствует жировой подкожный слой в том виде, в котором он должен присутствовать. Практически отсутствует гиалуроновая кислота, защиты в коже нет. Поры у ребенка очень расширены. У него нет тонуса пор. То есть еще не вызрела нервная система, которая позволяет сокращать луковицу поры, снижать ее, уменьшать, для того, чтобы не впитывать. Поэтому в детском креме один из основных, то есть основной компонент детского крема – это парафин, вазелин. Ребята, чтобы вы понимали, детям детский крем тоже я бы не стал советовать. Детский крем наносят только в те места, не на кожу на всю, а только в те места, где возникает опрелость. А опрелости возникает у нас по причине того, что кожа тонкая, сухая. Недостаточная гидрофильность, гидрофобность, простите, недостаточная гидрофильность детской кожи выражена тем, что у него очень мало подкожной клетчатки, и в нем вода не задерживается. Она очень быстро испаряется. Тонкая кожа. Поры расширены. Мгновенное испарение. Поэтому что мы делаем детским кремом? На основе огромных молекул парафина, ребята, парафина. Мы закупориваем эти поры и даем возможность внутри кожи накопиться в жидкости, влаги, чтобы кожа перестала быть сухой и, соответственно, перестала мацерироваться, перестала опреть. То есть опрелость, это что такое? Сильное испарение из кожи вызывает высыхание кожи в этом месте и стирание ее, более близкое, более сильное стирание, еще более утончение, и таким образом быстро проникает инфекция через тонкую кожу, ему быстрее проникнет. Тем более, что гиалуроновой кислоты очень мало. А эта гиалуроновая кислота является первым барьером для проникновения бактерий в кожу ребенка. Поэтому что мы делаем? Мы закупориваем снаружи, цементируем кожу ребенка этим детским кремом. Ни в коем случае этого нельзя делать человеку после 15 лет. Тем более, это нельзя делать на лицо. Это полное убийство лица. Если человек, конечно, детским кремом пользовался годами, то кожа, она же, понимаете, в чем дело? Кожа, она такая штука у нас, что она привыкает и начинает вырабатывать свой ответ на это. Смотрите, мы кожу залепляем жиром, парафином. Что она в ответ на это делает? В ней накапливается много влаги. Она в ответ на это делает следующее. Если ты меня будешь... Она думает, да, у нее мозг у нас, как думает? Вы меня постоянно залепляете. Первое, что она будет делать, она будет высушивать кожу. Потому что она думает, залепляете, значит, у меня много воды и влаги. Залепляете, значит, у меня много влаги, значит, я должна уменьшить влагопотребление кожи, влагоиспускание в кожу. И она перестает, подотделяющие наши поры, перестает подотделять. Первое время. Потом происходит... Это называется адаптационным моментом. Первые несколько лет так будет происходить. А потом, если вы будете продолжать убивать свою кожу, то происходит срыв адаптации. Кожа перестает реагировать на этот парафин. И она говорит, а, фиг с тобой парафин. Я буду выделять столько влаги, сколько мне нужно. Поэтому, если люди перестают пользоваться парафиносодержащим детским климом на лицо, то у них возникает такой синдром. Кожа будет постоянно жирная. Она будет постоянно влажной. Это кожа человека, который постоянно находится... Заметили, какая кожа у человека, который постоянно, долгое время, подчеркиваю, многие годы работает на улице. Она у него постоянно сальная. То же самое происходит и здесь. Для того, чтобы прийти к норме по саловыделения на коже лица, необходимо годами, после того, как вы годами пользуетесь, вот сколько вы пользовались детским кремом, вот практически столько времени не надо им пользоваться, чтобы кожа пришла в норму. Поэтому я не удивлен, что человек, который всю жизнь пользовался детским кремом, вдруг при нанесении однократного крема New Age получил результат, что кожа стала жирной. Она жирной стала, потому что она не поняла, что на нее нанесли. Она стала жирной, потому что она уже жирная. Она стала жирной, потому что тот крем, который вы наносите, он является увлажняющим. Он еще вызвал дополнительный прилив влаги кожи. Его нельзя пользоваться жирной кожей. Его нужно пользоваться для нормальной, либо сухой кожи. Он вызывает за счет того, что он вызывает прилив влаги кожи, он и вызывает уменьшение морщин. он и вызывает увлажнение кожи, ее омоложение таким образом. А когда у вас в коже огромное количество переадаптированных луковиц, клеток, которые вырабатывают подкожный жир и воду, то, естественно, дополнительная нагрузка на них еще больше, они и так гипертрофированы, еще больше вызывают. Итак, вот как работать с этим возражением? Человеку нужно рассказать то, что я вам рассказал. Я понимаю, что не всегда можно рассказать то, что я рассказал, но можно показать вот кусочек этого тренинга, вот этот вот кусочек вырезать и сделать видео и поставить, пославить человеку, чтобы он послушал, что говорят об этом люди, которые немножечко в этом разбираются. Вот один из видов подготовок к клиентам. То есть что Светлана делает? Что мы, вы многие делаете? Вы работаете с людьми, подготавливая их для будущего контакта с Арифлэм, для будущего вашего бизнеса. После того, как вы его подготовили, если человек поверил вам, если он готов вас услышать, если вы дали ему правильную информацию, в интернете есть правильная информация, просто надо искать, то он готов с вами будет сотрудничать. И если после того, как вы порекомендуете ему хотя бы месяц не пользоваться ничем, два месяца, вообще никакими кремами, вообще никакими, даже Арифлэмовскими, а после этого начать с легкого увлажняющего крема Арифлэм, с легкого, еще раз подчеркиваю, есть такие слегка увлажняющие, начальный этап, Алоевский и так далее, там можно найти Nature фирмы продукты, линейка, то после этого вы ему назначите через пару-тройку месяцев, да, крем New Age, и он получит колоссальный результат. А еще лучше, таким людям надо всегда назначать крема для жирной кожи, для комбинированной жирной кожи, нужно скорректировать их выделение влаги и сала в их лице, которое никогда не корректировалось. Итак, что мы можем дальше, какие у нас возникают причины раздражения, да, вот их всего несколько причин возникновения. Первая причина, это вот те люди, которые, с которыми не надо в принципе общаться, которые, как бы, они не нужны нам, это люди, которые нету желания менять приличный вид деятельности. Я сейчас говорю как про бизнес, так и про продукцию. Вот пользуется она своим детским кремом, и у нее нет желания ничего менять в этой жизни. Вы знаете, я извиняюсь, я немножечко, чай, когда много говоришь, высыхает во рту. Очень многие люди не желают ничего менять только по двум причинам. То же сейчас, кстати, происходит все в нашей стране. Нежелание ничего менять только по одной причине. Многие говорят, ой, я не хочу, чтобы ничего менялось. Вот стабильность была. Стабильность кладбища, это тоже здорово. То же самое и здесь. На кладбище очень стабильно все, заметьте. 10 лет назад там было так же, 20 лет назад там было так же, и через 50 лет на кладбище будет то же самое. На кладбище жить нельзя, на кладбище можно только умереть. Поэтому я не хочу стабильности в этой стране, Я не хочу стабильности в бизнесе, я не хочу стабильности в отношениях, я хочу, чтобы эти отношения развивались по нарастающей в лучшую сторону, а не были на стабильной какой-то ноте. Итак, есть люди, которые мне недавно буквально родственники сказали, что мы боимся что-то менять сейчас, а то мы сейчас пенсию получаем, аж целых 10 тысяч, и вдруг нам ее отнимут. Ребята, ну так можно бояться выйти из дома, вдруг на тебя кирпич упадет, так можно побояться выйти замуж, а вдруг он извращенец какой-нибудь, так можно побояться вообще кушать хлеб, а вдруг в нем гвоздь попадется, или кто-нибудь туда алкалоиды с пары не кинул, там вдруг ты заболеешь, так можно бояться в туалет сходить, а вдруг у тебя кишка порвется, так можно бояться лечь спать, а вдруг ты вас не уснешь и не проснешься. Вы знаете, это люди, которые всегда боялись, боятся и будут бояться. Вот этих людей, у которых нет желания менять что-то в своей жизни, мы полностью исключаем. Они нам не нужны на сегодняшний момент. Ищите среди других людей. А вот среди других людей это неверная оценка своих шансов на успех. Здесь у нас огромное поле для работы. Мы должны этим людям дать истинную оценку. Они может быть что-то не слышат, недопонимают. И вот наш бизнес заключается в том, мы миссионеры, мы должны им рассказать о нашем видении этого бизнеса и о том, что мы за это время сделали, что мы достигли, что достигли люди, которые за нами пошли. Мы только об этом и должны рассказывать. Вообще я всегда говорил, что Тарифлэм это бизнес истории. Вот рассказывайте свою историю, истории своих спонсоров, истории своих соседей, истории соседей, те, которые за вами не пошли, которым вы звоните и спрашиваете, привет, Леночка, как твои дела? Как? Нормально, все хорошо, скажи мне. Ты все там же работаешь? Да, там же. А все так же ездишь на этом 18 автобусе? Да, все тоже. И все та же организация, все та же. И все та же зарплата, да, и зарплата та же. Еще так же ее не платят по 3 месяца, так же не платят по 3 месяца. Слушай, а у тебя платье-то серенькое, ты еще носишь? Да, наше, которое 15 лет назад купила. Да, да. Скажи мне, пожалуйста, а в ванной у тебя что-нибудь изменилось или та самая клеенка обклеена? Да, пока клеенка. Вот все ждем, когда кафелем обклеим. А скажи мне, пожалуйста, а муж у тебя все тот же самый, пьет и бьет? Ну да, и пьет, и бьет, но все то же самое. Стабильность, блин. Вот дайте возможность этому человеку самому покопаться в той оценке, которую он дает себе. Вы просто задайте ему несколько вопросиков. Те вот, которые я задал. Сейчас вам. Вот возьмите кусочек это, зато стабильно. Отличный вопрос. Я пользуюсь Фаберликом или когда наше кусочек? Да. Очень много сейчас консультантов входит в Фаберлик. Вы знаете, я вижу здесь, это классный вопрос. К сожалению, это вопрос нашего телевизора, ребята. Я вам могу сказать, вы можете со мной быть не согласны, но это вопрос нашего патриотизма, уже патриотизма, который идет с каждого утюга на нас льется. Вот когда говорят, не надо трогать политику, я не могу не тронуть политику. Но когда мне в политике начинается с хорошей компании Арифлейм уходить в компанию совершенно бездарную, я могу это говорить среди вас всех, я не буду говорить это среди других людей, но совершенно обманная компания, которая торгует платьями. Я не хочу ничего больше говорить. Фаберлик компания, не стоящая даже выеденного яйца. Но она российская якобы. Якобы российская. Якобы мы патриоты все. Нам же с каждого утюга шип. Мы патриоты, мы патриоты, наше патриотическое импортозамещение, вот туда почему и повалили. Вы думаете, почему 50% народа поддержит эту власть? Потому что они якобы забили мозги телевизоров. То же самое, люди уходят в Фаберлик, потому что им мозги забили, что надо быть патриотом. И люди боятся мыслить не как патриот. Понимаете, даже в школе приходит ребенок домой, мама говорит, и плачет. Мама говорит, что случилось? Знаете, я вот сказал, что я патриот, я люблю свою страну, поэтому я хотел бы, чтобы в этой стране изменилось что-то в лучшую сторону. А мне сказали, ты шпион натовский. А, не русское название? Нет, оно как бы, ну, дело в том, что не с названиями, да. Не с названиями проблема. Фаберлик, они просто позиционируют себя как русская компания, но она действительно русская компания, бывшая компания, русская линия, известная компания, которая кинула своих консультантов, не выплатив им никаких дивидендов, но не важно. Кстати, я могу сказать вам с точки зрения медицинской, Фаберлик, компания совершенно полностью обманная, в ней нет совершенно ничего того, чего они позиционируют, в них те ингредиенты, которые они говорят по поводу перфтористых углеродов, на самом деле концентрации не выдержаны в разы, это первое. Во-вторых, они просто обманывают народ, никакие перфтористые углероды не переносят кислород через кожу. Они работают, я уже устал об этом говорить, они работают, я тоже патриот России, ребята, я патриот России, я патриот нашей страны, но я совершенно не перевариваю наше государство, которое никакого отношения к патриотизму не имеет и к нашей стране, тем более не имеет. Я патриот, я хочу, чтобы в нашей стране было лучше, а я не хочу, чтобы в других странах было хуже. Как спрашивают, подойдет это тот, который хочет, чтобы в своей стране было лучше, а не чтобы в другой стране было хуже. Поэтому я хочу, чтобы в нашей стране было лучше, а не чтобы в Америке стало хуже. Это разные вещи, а для того, чтобы в нашей стране было лучше, нужно не врать и не воровать, что, к сожалению, не делают. Вот Фаберлики врут, просто наглым образом врут наши консультанты. У них очень хороший план маркетинга, практически такой же, как у Арифлейм. У них директора получают 3000 рублей зарплату, это небольшие деньги. Там очень быстро вы достигаете уровня директора, потому что товарообороты невысокие. Поэтому, да, будем, конечно. Что это не просто слова, а факты. А пусть они откроют медицинский журнал и посмотрят, как работает перфтористый углерод, в том числе перфторан. Пусть они просто откроют, им же факты нужны. Вы знаете, меня очень всегда умиляют следующее. Когда людям начинаешь говорить факты, они говорят следующее. Вот ваша ракета сбила БУК, да? БУК сбил самолет Бенга. Да, конечно, но где же факты? А вот у нас на видео зафиксировано, что это произошло, видите? Да, видео это хорошо, но где же факты? А вот посмотрите, человек сам признался, что он нажал кнопку. Это здорово, что он признался, что он нажал кнопку. А где же факты? А вот видите, мы на радиолокационной станции след идет, который ведет от ракеты до самолета. Все это здорово, мы видим этот след. Но где же факты? И так можно до бесконечности. Люди не хотят слышать факты и всегда говорят, у вас просто слова, а фактов нет. Когда вам говорят, смотрите, сколько документов есть на эту тему, о том, что перфтористые углероды работают только в сравнении с гемоглобином. Только при соединении к гемоглобину они позволяют усиливать кислородотранспортную функцию гемоглобина. Еще раз подчеркиваю, гемоглобина, они улучшают кислородотранспортную функцию гемоглобина. В коже у нас, на коже гемоглобина нет. В перфтористые углероды очень большие, крупные молекулы, через кожные клетки они не могут проникнуть в кровь и соединиться с гемоглобином. Поэтому на коже они никакого воздействия не имеют. Давайте закончим с Фаберликом. Если очень интересно вам с Фаберликом, напишите вопросы. Мы, может быть, сделаем отдельный тренинг. Я не считаю, что Фаберлик достоин того, чтобы о нем можно было что-то говорить. По поводу фактов я вам сказал, пусть залезают в медицинские журналы и смотрят о том, как работают перфтористые углероды. И еще какие причины возражения? Это искаженное представление об этом бизнесе. Почему люди не идут в Арифлейм? Потому что у них искаженное представление об этом бизнесе. Как оно сформировалось? Оно сформировалось следующим образом. Человек, которого уломали пойти в Арифлейм и сказали какие-то бездарные совершенно спонсоры, что ты там делать ничего не будешь. Я за тебя все сделал, ты только деньги будешь получать. Они побежали в Арифлейм. Естественно, они там ничего не делали, им же сказали, что делать ничего не надо. Одного-двоих человек пригласили и решили, что они все сделали для этого бизнеса, у них ничего не получилось. А если к тому же еще они не поняв что-то, не получили торговую прибыль, то они обиделись на весь мир, сказали, я же сделал целых 20 баллов заказов. Почему мне 2000 рублей не пришли зарплаты? Ну, естественно, люди, которые не хотят это слышать, они слушают то, что они хотят слышать, то, что они думают. Поэтому они рассказали об этом своим друзьям. А друзья, услышав эту информацию, когда им предлагают Арифлейм, говорят, ой, да знаю я все это, они же вас не знают. Вы же для них холодный контакт, ну или слегка теплый. А друзья, которые им рассказали, которые ничего не достигли, они им рассказали, что они там ничего не достигли, там достигли ничего нельзя, компания обмачится. Поэтому что я вам могу до этого предложить? Ответьте этим людям следующее. Скажи мне, пожалуйста, а вот среди твоих людей, знакомых, есть люди, которые достигли чего-то вообще в любых других бизнесах? Есть. А вот человек, который тебе рассказал об этом бизнесе, об Арифлейм, он достиг чего-то в других бизнесах? Чаще всего нет. Вот тогда надо слушать тех людей, которые достигают каких-то либо результатов, ну хотя бы в чем-нибудь жизни. Не надо слушать тех людей, которые всю где-либо не были и ничего не достигли. Я работаю в Арифлейм 13 лет. Я вам могу рассказать, что за 13 лет произошло в моей жизни, а я могу рассказать, что за 13 лет произошло в жизни окружающих меня любимых людей. Поэтому, может быть, лучше все-таки послушать человека, который в этом бизнесе, чем человека, который никогда там не был или ничего не достигли. Вот этим надо ответить на искаженные представления. Я тебя познакомлю с человеком, который занимается этим бизнесом уже 13 лет. Ты можешь задать ему все вопросы существующие. Я, по-твоему, вру. Я, возможно, что что-то не так говорю. Но этот человек врать не будет, потому что он тебя не знает, ты ему совершенно по барабану, он ведет свой бизнес. Я попробую его уговорить. Может быть, он для тебя 10 минут выделит. И тогда все твои проблемы, все твои, то, что ты думаешь или то, что ты сомневаешься, он решит. Но если ты не хочешь слушать этих людей, то, в принципе, ты прав. Абсолютно прав. Что в Арифлейм достигнуть для тебя ничего нельзя. Но если ты не хочешь слушать людей, которые что-то могут. Для чего ты будешь? Тогда для чего я буду перед тобой как-то расстелаться, рассказывать о том, что кто-то где-то что-то достиг. Я пока еще нет, но я на пути нахожусь. Я знаю людей, которые уже да. Я знаю людей, которые через 10 лет да. Я знаю людей, которые через месяц да. Поэтому достигнешь ли ты через 10 лет или через месяц, это твое решение. Все полностью твое решение. И обязательно ты сейчас на сегодняшний момент прав. В любом случае. Если ты готов выслушать человека, который до тебя, ты прав. Ты услышишь. Если ты не готов его слышать, и ты полностью доверяешь тем людям, которые тебе что-то рассказали, то ты тоже абсолютно прав. Значит, ты пока не готов. Может быть, тебя оно и не надо. Итак. Мы разобрали причины возражений. Есть еще не причины, а виды возражений. То, что вы здесь читаете, это есть различные виды возражений. Здесь есть возражения как по существу, так и не по существу. Если люди хотят у вас услышать что-то от вас, то они будут говорить вам следующее. Что... А что? А почему? А я вот не очень точно знаю. А как мне это точнее узнать? И вот на эти возражения, которые написаны на этой строчке, вы должны следующее сказать. Ой, не надо мне впаривать. Ну, скажи мне, пожалуйста, а тебя устраивает та жизнь, которая сейчас у тебя есть? Ты для чего-то ведь со мной связалась? Ты для чего-то сюда пришла, чтобы услышать? Если тебя жизнь это устраивает, если тебе ничего не надо, я ничего впаривать не собираюсь, ты совершенно спокойно можешь заниматься тем, чем занимаешься, и иметь то, что ты имеешь. Я ищу людей, те, которые хотят что-то изменить в своей жизни, и я не собираюсь никому ничего впаривать. Это что, MLM, я приду завтра, у меня мало времени, т.т. и так далее, я подумаю, смогу ли я, сгрена ли мне и так далее. Вам лишь бы продать. Эти все возражения нужно рассматривать в свете того, чего человек хочет с тобой общаться или нет. Если человек говорит следующее, ты ему даешь информацию очень коротко, а он отворачивается и говорит, не надо мне впариться, собирается и уходит. Человек не готов его услышать. Больше ничего. Не надо его останавливать, не надо кричать ему вслед, вернись, я все прощу. Да это не так, ты неправильно. Не надо. Вы должны быть выше этого человека. Если он не готов услышать, вы можете не оставлять даже за собой свое слово. Единственное, что вы можете сказать, вы абсолютно правы. Если вам не надо мне впаривать, вы абсолютно правы, наверное, я действительно вам пытаюсь впарить, не надо. Всего доброго, до свидания. Я очень люблю с людьми прощаться, мне очень нравится, потому что они потом возвращаются. После того, как ты говоришь человеку, слушайте, действительно, я не совсем понимаю, что я тут говорю, на меня что-то нашло, вы ведь абсолютно правы, я вам пытаюсь впарить сейчас то, что вот, ну я даже не знаю, что на меня нашлось. Извините, пожалуйста, всего доброго, до свидания, про меня заранее простите еще раз. Как на меня это нашло, как же я вас хотел подставить. Все. Отпустите человека. Вот на этих словах он задумается. Он готов от вас слушать следующее. Ой, а вернись, я все прощу, это не так. Он не готов от вас услышать признание его неправоты. То есть он сам прекрасно понимает, что говоря о том, что вы мне впариваете, информации есть достаточно, он услышал о том, что в Арифлэме люди зарабатывают. Когда он начинает говорить, что это MLM, я приду завтра, мне нужно посоветоваться, на самом деле он от вас отмазывается. Но когда вы говорите, слушайте, я совершенно извиняюсь, передаю, вы абсолютно правы, лучше, наверное, в другой раз вы подумайте, посоветуйтесь. Но я вам, знаете, как хочу сказать, лучше не приходите. Потому что, скорее всего, я хотел вас сейчас обмануть, но вы меня раскусили. Всего доброго, до свидания. Я хотел вас обмануть, но вы меня раскусили. Я хотел вам продать, но вы меня раскусили. Я хотел встретиться с вами, чтобы вы зарегистрировались и деньги здесь потратили, но вы меня раскусили. Я знаю, что здесь очень дорого, специально вам говорю, что вы потратили больше денег, я на этом заработал, но вы меня раскусили. Да, это MLM, это самая обманная в мире структура, на самом деле этот бизнес очень плохой. Хорошо, что вы меня раскусили. Вот и все. И прощайтесь с этими людьми. И не стоит они даже, чтобы с ними разговаривать. Как ответить на возражение? Ну вот не сейчас. Дорого. Ерунда. Еще подумают. На самом деле вы прекрасно знаете, как ответить. Я не собирался в сегодняшнем тренинге готовы формулы давать. Я хотел поговорить о том, на что следует отвечать. На что не следует отвечать. Если вам говорят не сейчас, то возможность у человека есть две причины. Первая причина то, что вы сейчас действительно попали в тот момент, когда он занят другими мыслями. У него могут быть совершенно другие мысли. Вы должны понимать, почему у него другие мысли. Спросите у него следующее. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, наверное, у вас другие какие-то планы. Поэтому вы не можете удивить. Или вы в принципе сейчас не готовы слушать меня. Вы не готовы слушать про этот бизнес? Или вы не очень сильно хотите сейчас меня слушать? Ну, по каким-то либо своим причинам. Да. Поэтому человек вам скажет, что вы знаете, у меня сейчас миллион всяких, он найдет отговорки. Он начнет вам давать отговорки. У меня столько проблем, сейчас у меня кошка сдохла, таракану надо вывезти из дома. Мама в больнице лежит, папа последний волосы потерял, жена ушла, муж пришел и так далее. То есть, он будет вам метать. Эти люди не готовы слушать вас сейчас. Но есть люди, которые скажут, знаете, я готов вас услышать, но вот сейчас два-три дня, мне нужно вот сейчас вот свои проблемы решить. Давайте мы с вами, он сам вам предложит, давайте мы с вами переследимся. Следующая отговорка. Возражение. Дорого? Ну, насчет дорого, это очень классная отговорка. Очень хорошая отговорка, это очень хорошая работа с возражением, говорил мой спонсор, а вам как, шашечки или чтобы ехать? Вам как, чтобы было дорого, чтобы было дешево или эффективно? Ну, как хотите? Чтобы у вас был эффект или чтобы было дешево? Задайте обычный вопрос. Дешево хорошо не бывает. Ну, не бывает так, не придумали еще, чтобы за дешево было хорошо. Вы можете, вы считаете, что люди пользуются дешевыми вещами? Человек говорит, дорого. Вы задайте вопрос, вы скажите, пожалуйста, вы, наверное, считаете, что надо пользоваться всеми дешевыми вещами? Я, правда, не знаю ответа на этот вопрос, но насколько я понимаю, что, наверное, дешевые вещи лучше, да? Ну, раз это для вас дорого. Давайте с вами тогда мы с такой быстренько, буквально на одну минуту проведем исследование. Я вот точно не знаю, может быть, вы правы. А давайте посмотрим, какие машины. Вот в окошко подойдем, какие машины тут проезжают. Ага, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Lada проехала. Ой, вот смотрите, проехала еще. Что это? А, это, ага, это Punta проехала. Ой, опять Mercedes. Вы знаете, вот мы пять минут с вами простояли, и ни одного, ни одной дешевого автомобиля, например, шестерки, или, например, там, не знаю, Priora, ну, Priora сейчас полно, они не такие уж и дешевые. Или какого я-нибудь, не знаю, там, Жигули какие-нибудь, или там Запорожец не проехал. И люди, оказывается, выбирают приличные машины. Но если считать Priora дешевыми машинами, давайте посмотрим, все ли у нас на Priora ездят. И окажется, что 50% будет дорогих иномарок ездить. Оказывается, не все люди выбирают дешевые вещи. Поэтому мы ответили, вам как, шашечки или ехать? Вам как, дешево или чтобы помогло? Вам как, качественно или дешево? Классный ответ, мой способ. Вам как, шашечки или ехать? Вам качественно или дешево? Дальше, есть такой классный вопрос. Это ерунда. Скажите, пожалуйста, вот на это возражение можно ответить следующим путем. Скажите, у вас высшее образование? Человек скажет, да, высшее или нет, не высшее, это не важно. Скажите, вы доверяете тому, чего проходили в институте в школе? Вам же, наверное, об этом говорили многие люди, учителя. И вы слышали от многих людей, что дважды два четыре. От какого количества людей слышали, что дважды два четыре? Все люди об этом знают, правда? Слушайте, ребята, смотрите, Reflame 40 лет в мире, 20 лет в России. Более 10 миллионов людей официально пользуются продуктами компании Reflame. Скажите, пожалуйста, если это была ерунда, неужели 10 миллионов людей могут ошибаться, в том числе и я, в том числе и мои родственники, и мои знакомые, близкие? Неужели вы думаете, что мы такие идиоты? Тогда что так плохо обо мне думать? Я что, приехал на трамвае на место работы? Или я все-то одет как-то хреново? Или на мне туфли, которые разваливаются? Или на мне часы стоимостью 500 рублей? Или у меня там, я не знаю, рубашка, купленная в распродаже в какой-нибудь за 20 рублей? Или перекошенная? Ведь я вроде нормальный, а этот человек с вами нормально разговаривает. Вот у меня платиновая карточка есть, вот у меня счет в банке есть, вот у меня, я приехал на этом автомобиле, вот у меня офис, вот я езжу куда-то. То есть я достаточно обеспечен человек, у меня есть возможность пользоваться всем, чем угодно, в том числе и другой пользоваться вещью. Но неужели вы считаете, что я пользуюсь ерундой? Я похож на идиоты? Вот и все, задайте этот вопрос. Человеку самому станет стыдно то, что он скажет ерунда. И есть люди, которые говорят, еще подумаю. Ну, можно на эти вопросы все, что угодно говорить. Эти люди не готовы вас слышать, но некоторые готовы очень малое количество, но что им можно ответить? Ответьте им следующее. Скажите, пожалуйста, а вы инженер, кто вы по образованию? Скажите, пожалуйста, а вот когда вы... Когда инженер строит мост, и ему приходит человек и говорит, вы знаете, этот мост вы неправильно строите инженеру, который, мостостроитель. Вот я думаю, что надо строить его так. И вдруг вам этот инженер говорит, я еще подумаю над вашей проблемой, я вот не уверен. Ребята, а что думать-то? Вы специалист в этой области, вы когда-нибудь занимались этим бизнесом, вы строили мосты, вы работали в этом бизнесе, о чем вы будете думать? О том, как зарабатывать деньги в том, что вы никогда их не зарабатывали, в том, что вы никогда в этом бизнесе не были, и вы собираетесь об этом думать. Вы на каких мыслях собираетесь, на какой базе думаете? У вас нет информации, у вас нет опыта работы в этом бизнесе, у вас нет самого этого бизнеса, вы никогда им не работали. О чем вы думать будете? Попробуйте, посмотрите, если у вас не получится, у вас появится опыт, на чем надо подумать. А что сейчас вы думать будете? Или скажите, вы хотите подумать, потому что вы хотите найти информацию, или потому что вам это не надо? Или потому что вы не понимаете? Если вам это не надо, так и скажите, если вы хотите найти информацию, то спросите меня, я в этом бизнесе 13 лет, 10 лет, 5 лет, я вам дам всю информацию. Вот как надо ответить на этот вопрос, на это возражение. Итак, как не надо отвечать на возражения? Вот так вот, как сейчас вы видите, вот так отвечать на возражения точно не надо. Когда человек говорит, что специалисты говорят, что зарплаты повышаются, а ему говорят, что люди говорят, что не повышаются, на что великолепный ответ. Но специалисты, люди-то не специалисты. То есть вот так вот точно отвечать не надо на возражение. И если вы ответите на возражение правильно, тогда вы получите то, что вы хотели получить от того, что вы делаете в этом бизнесе. Тогда вы получите свой лайк, тогда вы получите свой положительный отзыв на свою реплику, на свой бизнес-проект. И тогда у вас будет кайфовое состояние, которое вы поймаете от того, что вы ответили грамотно, классно, и вам люди поверили. Появится то самое чувство победителя, которое присуще всем лидерам компании Арифлейм. Итак, ребята, я очень хочу, чтобы сегодня, после сегодняшнего нашего тренинга, у вас было то самое чувство, когда вы сумели ответить классно и грамотно. Отвечая грамотно. Да, конечно, Света, пожалуйста, задавай вопрос по продукции, пока я не выскочил. Напиши, что за вопрос по продукции. Я вроде тебе на тот вопрос ответил, который ты написала. Если я правильно ответил. Свет, какой вопрос? Светочка. Ты пишешь? Или ты уже его задала? Я, может быть, что-то не увидел? А, сейчас, 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 перелистаю, а то я пытаюсь найти. Ага. Еще ходят слухи, что нельзя беременным комплексом найти компонентов. Я могу сказать вам следующее. Тот комплекс для ногтей и волос, это тот же самый комплекс, который, там нет никаких вопросов, там нет никаких компонентов. Я единственное, что не стал бы назначать беременным, это астексанцин. Поскольку его, он, это активный препарат, и неизвестно, как он будет реагировать на связи, будем так говорить, накапливаясь в связях, он может что-то изменить в связях, да, при филогенезе, при онтогенезе. Я не уверен в этом. Я хочу следующее сказать. Об этом ведутся исследования, но информации нет никакой. Поэтому, на всякий случай, дабы не попасть в просад, как это происходило как-то с препаратом в Америке лет 40-50 назад, был такой препарат, который назначали всем беременным. А он препарат для сна, чтобы люди спали. А потом рождались люди с различными нарушениями. Я бы этого не хотел. Поэтому, на всякий случай, я бы не стал назначать людям тот ингредиент, который, где существует астексанцин. Поскольку это очень активно. Все остальное, если внутри комплекса нет астексанцина, пожалуйста. Так, вот интересно, сейчас я вопрос отвечу. Вот, все, что связано с астексанцином, я бы беременным назначать не стал. В любом сроке беременности. Следующий вопрос. Велнос при мигрении может оказать положительное влияние? Не может. Вот как лечебный препарат при мигрении его применять не имеет никакого смысла. А вот как препарат, который может способствовать профилактике мигрени? Да, дело в том, что что такое мигрень? Это очень сложное заболевание. Если я буду рассказывать, это будет 2 часа займет. Это заболевание связано с нарушением тонуса венозных сосудов в коре головного мозга, в височных долях. Дело в том, что если мы связаны это с гормональными изменениями, в основном с гормональными. И препарат, который может вызвать профилактику приступа мигрени, это препарат дегидроэрготоксин, дегидроэргометрин. Это препарат гормональный. Его применение для того, чтобы профилактику приступа мигрени, истинной мигрени, можно применять. Истинная мигрень – это страшная штучка. А такие дикие боли, что вам редко все помогает. Потому что не поможет. Возникает отек мозга. Поэтому возникают такие дикие боли. При неправильном оттоке венозного тока, при малом оттоке венозной крови из мозга, возникает как бы гидроудар внутри, пропотевание жидкости, отек мозга возникает. Поэтому препарат, который может помочь для экстренно, например, у вас начинает, когда люди заболевают мигрени, они чувствуют, они приступ чувствуют за полчаса. Вот если вы в этот момент, перед тем, как возникает приступ, выпили дегидроэрготоксин или дегидроэргометрин, да, тогда он поможет, но вот не поможет. Но препарат просто так не поможет. И препарат ВИЛНОС может помочь в том случае, что в нем есть витамин В в достаточно большое количество, который участвует в синтезе дегидроэрготоксина, точнее его компонентов в самом организме. Вот в этом случае, насыщая организм витамином В большим количеством, вы таким образом можете профилактировать приступ к мигрени. Так, следующий сейчас вопрос я посмотрю. Так, были случаи тошноты и головокружения от женского ВИЛНОСПЭКа. Может быть такие случаи из-за, первое, из-за аллергии на какие-то витамины. Второе, из-за раздражающего действия астексанцина на оболочку желудка. Третье, из-за раздражающего действия желатинной оболочки, из которой состоит, это редкий случай, желатин, бычий желатин может вызывать раздражение желудка, но это крайняя редкость, почему это есть у человека аллергии на этот продукт, в котором упаковано астексанцина, в котором упаковано омега-3 кислота. Вот это может вызывать. Дальше, вот именно профилактика, да. Ну, хорошо, что я вам про профилактику ответил. Следующее, у меня знакомый говорит, что ей плохо от ВИЛНОСПЭК, так как у нее аритмия же, может ли... Нет, никакого отношения аритмии к противопоказанию к ВИЛНОСПЭКу не имеет, совершенно никакого. Это либо случайное совпадение, либо предубеждение. И аритмия у нее, возможно, не патологическая, а какое-то нарушение ритма, синусовый ритм, который очень многие люди, знаете, приходят в поликлинику, делают электрокардиограмму и смешат, и видят. Синусовая аритмия. Читают, когда им дают карточку, либо заключение кардиолога. Синусовая аритмия, и все. Люди думают, что у них аритмия, что это пипец, что умирать надо уже. И подписываются в смертный приговор, и начинают придумывать все, что угодно. Дальше, у моей клиентки после одного приема голоса, так, потому что так, голокружение появилось с ее слов. Может такое случайно появиться при, я опять говорю, раздражающем, либо раздражающем воздействии астексанцина. Что можно попробовать? Попробовать по отдельности пить вещи. Выпила, например, один день она выпила витамины, и посмотрела, есть ли у нее раздражение, есть ли у нее такая же ситуация, просто витамины. Разделите, пусть пробует. Второй день выпила витамины, вот два дня попила, только витамины, да, таблеточку. Нет раздражения, значит, не от витаминов. Значит, витамин можно убрать и выпить, предположим, капсулу астексанцина. Выпила капсула астексанцина, нету ничего, значит, не от астексанцина. На третий день, на пятый, на шестой день, выпила только две капсулки, только чистые две капсулки, желтеньких вот этих вот, омега-3. Нет раздражения, значит, вообще не от этого было раздражение. Тогда начало соединять, то есть надо все экспериментировать. Если она пьет что-то и от чего-то у нее раздражение, значит просто это не пьет. Возможно это от желатина, возможно это от сексанцины. Может быть такое, у человека вообще не очень интересное существо, у него может быть от компота плохо себя чувствует, от киселя, от какого-то крахмала, от белка, я не знаю, все что угодно. Но там может что-то вызвать неправильное раздражение желудка, а может быть в этот день просто так совпало. Она что-то съела такое, потом выпила это и просто ей что-то не то получилось, всякое бывает. Поэтому моя рекомендация сделать это побезредко, то есть по кусочкам, выделяя отдельные компоненты. И тогда мы выясним от чего у нее. У меня раньше всегда была мигрень, дикие боли, даже когда витамин началось я про них забыла. Да, да, да ребята, как профилактика замечательно, тем более что омега-3 кислота, она вызывает улучшение нервных тонусов. И ваше проведение нервных импульсов, и ваше провисание венозных вен церебральных, она может уменьшиться, и вены будут более тонизированы. И соответственно оттога улучшится, соответственно оттека мозга не будет, и мигрени приступы будут сами по себе ликвидироваться или уменьшаться их проявления. Часто встречаю вопрос про лизин в комплексе для волос беременных. Да, я слышал по поводу лизина, информация недостоверна, нигде информация, я просто листал эту информацию, никакой информации о том, что лизин оказывает какое-то плохое тератогенное воздействие на плод, на беременных нету. Но, если человек что-то где-то сомневается, то он себе надумает и намыслит все что угодно. Итак, если часто герпес мучает волос, да, герпес это инфекция дремлющая, Наташа. И она неизлечима у человека. Я могу сказать, если у вас герпес когда-либо проявился, хоть один раз, вы являетесь носителем герпеса на всю оставшуюся жизнь. И герпес у вас будет проявляться всегда, в любой момент, когда местный иммунитет будет страдать. То есть, когда вдруг вы простудитесь, либо замочите ноги, либо что-то где-то произойдет, какой-то надрез, порыв, где-то вы с горячим, с холодным столкнулись, где-то вы понервничали, иммунная система дала осечку, сбой местный. И тут же вылезет герпес. Он ждет от нас всегда, что мы понервничаем, местный иммунитет от нас немножечко упадет, и Б-лимфоциты станут более вялыми, и тогда он вылезет. Здорово, Wellness Pet в этом помогает, потому что Wellness Pet улучшает иммунитет в принципе. Поскольку он воздействует на любой синтез, синтез любой, улучшает синтез клетки и восстанавливает обмен веществ, то он восстанавливает иммунитет. Дело в том, что люди, потребляющие Wellness Pet просто не болеют. Соответственно, они будут намного меньше болеть герпесом. Вообще, я считаю, что для этого надо Нобелевскую премию дать. Дело в том, что излечить герпес нельзя, но о нем можно забыть, используясь Wellness Pet. Дальше смотрим, что еще у вас интересно. А в моей копилке тоже есть история про герпес. Через полгода назад девочка пила витамины, герпес был постоянно. Но потом она говорит, что он вообще не беспокоит. Да, иммунитет не формируется за один месяц, за два. Иммунитеты формируются годами. И поскольку годами до этого вы неправильно питались, и у вас его не было, то, естественно, надо столько же точно лет, сколько... То есть, ну, год-два как минимум нужно пить. У меня через полгода наступил момент, когда я почувствовал, что я перестаю болеть. Через год мы перестали болеть, а через полгода я почувствовал, что я выздоровел. Вот знаете, бывает такое состояние человека, когда он в сапате, спать зимой хочется, еле встаешь. Ощущение, что ты как будто болеешь. Вот у меня через полгода потребления Wellness перестало быть это ощущение. А через год я перестал болеть. Вообще перестал болеть. Поэтому, конечно же, у нее иммунитет сформируется, возможно, через полгода, через год. Она перестала пить Wellness. Кстати, очень не кстати для нее. Если бы она продолжала пить, то у нее теперь через полгода будет хороший иммунитет. А сейчас ей надо опять какое-то время пить. Но я считаю, что нужно пить обязательно. Дальше. Я не понимаю насчет вокруг белка, вокруг злаковых, глютена. Я не знаю. Ну, Светочка, вопрос совершенно глупый по поводу глютена. В нашем организме все переваривается до аминокислот, глюкозы, СО2 и H2O. Все переваривается. Если у тебя правильный обмен веществ, то любой белок переварится. И глютен в том числе. До того составляющего компонента, который необходим человеку. И никакого опасности в нем нету. Вот меня всегда убивает по поводу, вот сейчас шумиха опять, это лжепатриотическое. По поводу того, что генномодифицированные продукты. По поводу того, что трансжиры. Ребята, кто вам сказал, что майонез вреден? Где? Сто процентная научная информация, статья о том, что майонез вреден. Кстати, майонез не является трансжиром, как многие говорят. Может быть для кого-то это будет открытием большим. Майонез не является трансжиром. Тот майонез, который приготовлен по ГОСТу, или тот майонез, который вы готовите дома сами. Что такое трансжиры? Это химический процесс этерификации жиров. Они меняют свой химический состав. Как делается майонез? Майонез физическим образом размельчается молекулу жира. Они гидрогенизируются. Становятся более насыщенные воздухом. Они аэрифицируются. Аэрируются. Они становятся более мелкими. Таким образом они лучше слепляются. И начинают держать форму. Да, меняет органолептическая характеристика майонеза. Он превращается из растительного масла в какой-то такой субстрат. Это тот же растительное масло. Это тот же желток животный, в котором находятся жиры. Мы что, мы взбиваем жир. И никакого отношения к этерификации, которая возникает при производстве маргарина. Мы не имеем. Маргарин этерифицируется путем добавления туда этерифицирующих компонентов, изменения температурного режима. Там этот химический реакция в маргарине. Да, там трансжиры находятся. Но кто вам сказал, что трансжиры вредные? Ну вот кто кинул этот клич, что аналогин губительно действует на сердечную мысль? Мне просто интересно. Сколько же можно уже это повторять одно и то же. Не действует, не являются трансжирами майонеза. Да, он калорийный. Да, в нем может, если он неправильно приготовлен из дешевого пальмового масла, в нем огромное количество полинасыщенных жирных кислок, которые вредны организму. Да, я согласен. Славя, ребята. Ну так сделайте его сами из оливкового масла. Сделайте его сами из рапсового масла. Где огромное количество полиненасыщенных жиров. И у вас будет качественный маргарин. И никакого отношения к трансжирам он не имеет. А по поводу вот этого. Дальше что? Да, много вопросов. Обожаю вопросов. У меня раньше был герпес. Давно уже не появляется. Забыл. Да, ребята, да. Герпес это самое наше лечение. Вообще я считаю, что в Wellness Pack людям, которые его сделали, нужно не дать Нобелевскую премию давать. Честное слово, ребята. Дальше. У меня еще прошел грибаль. Да, это сенсация. А почему он у тебя прошел? Потому что твой иммунитет не дает ему развиваться. Брось пить Wellness и через 2 года он у тебя опять начал. Или же, я не знаю, что он нужен для того, чтобы он опять начал. Нужно следующее. Сейчас промочить ноги, долгое время ходить с мокрыми ногами. И то у тебя сейчас иммунитет очень сильный. Дальше что? Нужно сильно в этот момент понервничать. Нужно, я не знаю, получить огромный стресс. И то сейчас Wellness Pack тебя защитит. Ты адаптивна. Но если ты года два его не попьешь или год не попьешь, у тебя Гаймарита вернется точно. При нейродермите, скорее всего. Есть нейродермит, есть нейродерматит. Это немножечко разные вещи, но есть нейродермит. Можно ли пить Wellness Pack? Конечно же можно, нужно. И даже я бы сказал, это показания. Почему? Объясняю. Все заключается в том, что местный иммунитет будет стабилизироваться. Еще самое главное, нейродермит это такая штука, которая свойственна людям, у которых нарушена нервная проводимость в синусе. А омега-3 волшебным образом улучшает нервную проводимость за счет выработки ацилхолина стераза. Он проводит нервные импульсы, а ацилхолин проводит нервные импульсы. И когда его недостаточность, то естественно нейродермит может возникнуть тоже, потому что нервные импульсы неправильно проводятся. И кожа будет раздражаться при неправильном рецепторном ответе на возбуждение, раздражение. Итак, дальше. Шумиха, о нем везде много о чем. О глютене, да, ну много о чем. Люди много в интернете что говорят, не понимая о том. Домашний майонез делаю, молодец, Женя, вкуснее. Да, 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 ребята, я тоже делаю домашний, но я иногда просто пытаюсь найти, иногда можно найти магазинный майонез приличный. Очень крайняя редкость, но можно. Нет, ребята, зря вы не едите майонез, если вы его делаете сами, то совершенно спокойно. Самое главное в майонезе не жрать его только. Потому что в нем 500-600 калорий в 100 граммах. Ребята, в нем калорий больше, чем в хлебе в 2,5 раза. Ну естественно, если вы съедаете майонеза в 100 грамм, то получается 600 калорий. А наедаетесь вы с ним, в нем ничего хорошего много, в нем ничего нет. Майонез нужен как приправа для связывания что-то в салате. Небольшое количество. И опять, салат с вашим майонезом, в нем, конечно, ингредиенты не очень калорийные. Он дает им калории, он дает ему вкус. Надо вкусно же питаться. Не надо же есть траву одну, чтобы потом ходить и блеять и мычать. Надо есть то, что вам хочется. Итак, ребят, дальше. Часто пукают пальмовым маслом. Тоже в виде фьюлса остается. Ребята, пальмовое, по поводу пальмового масла я уже говорил, еще раз буду говорить. Шумиха потрясающая. Пальмовое масло не вредное. Но оно не полезное. Вот решайте сами, вам что надо есть? Не вредное или не полезное? Я понимаю, что люди едят доширак, люди едят дешевые какие-то вещи, связанные с пальмами маслом, потому что у них просто нет возможности других финансовых. Спасибо стабильности в этой стране. Нет финансовых возможностей у этих людей. Я всегда буду говорить спасибо, потому что так, извините за выражение, обосрать нашу страну, могли только это правительство. Больше никакой, наверное, не сможет. Поэтому, что я хочу сказать, ребят, это еда для нищих людей, для тех, у кого нет возможности покупать. Мы, люди, имеющие возможность, должны обязательно смотреть состав. И если в нем написано, сделано по ГОСТу и нету пальмового масла, значит, там его действительно нет. Как обнаружить, никак. Нам надо доверять. Смотрите, есть такая программа «Средообитание». Там очень много интересного вы можете почерпнуть по этой программе. Сейчас она идет, я не помню, в телекафе, по-моему. Там много интересного. Вы там можете услышать то, что вы, где правильно делают майонез, где неправильный. Дальше. Велнос нужно пить постоянно. Правильно, совершенно, полностью. Итак, ребята, вопросы кончились. Я, наверное, ответил на все вопросы по поводу пальмового масла, по поводу вазелинов, детских кремов. Итак. Так, теперь я смотрю, что-то здесь еще. Все. Спасибо, ребята. Я уже устал, маненечко. Всего доброго, до свидания, до следующего тренинга. Всем самых хороших продаж, ваших бизнес-идей. И самое главное, станьте мастером без конфликтности. Это вам мое большое вам такое напутствие. Постарайтесь не конфликтовать. Станьте мастером без конфликтности. В интернете, в обычном общении. Всего доброго, до свидания, ребята.